Всем привет! Всем доброе утро! Машулька уже из школы пришла и что-то там хвастаться будет сейчас. Я двумя вещами буду хвастаться. Вещами? Вещами. Угу. У меня случилось чудо. Я наконец-то этого достигла. Так. Я так хотела, когда болела, это получить. Новый учебник и новая тетрадь. Молодец! Поздравляю тебя, мышонок. Угу. Ты в них уже что-то делала? Эмммм... Пока нет. Пока нет? Пока они пустые. Ну ладно. У тебя в них, наверное, домашнее задание какое-то еще прошлое. Нужно будет доделать, ладно? Да. А то ребята учебники получили тетради раньше, чем ты. И уже там задавали домашку. Мы ее сделать не могли. Теперь надо будет сделать обязательно. Хорошо? Угу. Давай, беги переодевайся. Сейчас будешь чай пить. Пока Машулька переодевается, покажу вам прогресс картины. Я вся поглощена этим процессом. Ну вот. Уже что-то вырисовывается. Уже хоть какой-то пейзаж. И, кстати, да. Я вам обещала найти и показать, чем отличаются картины по номерам с Алиэкспресса от картин по номерам здешних, так скажем. Вот картины по номерам от фирмы Белоснежка. И на Алиэкспресс есть точно такой же пейзаж. Я сейчас отыщу картинку уже сделанной работы с Алиэкспресса. И вставлю ее куда-нибудь сюда для сравнения. Но сразу хочу сказать, что Белоснежка более детализованная и более прорисованная. Можете обратить внимание вот на эти вот области. Здесь деревья прорисованы несколькими цветами. То есть они объемны. В китайской версии все эти деревья нарисованы одним цветом. То есть большими кусками. Я нисколько не сомневаюсь, что Белоснежка это тоже Китай. И у нее вообще везде написано, что производство Китай. И краски китайские. И идет она... Комплект у нее такой же, как обычно идет... Наборы идут с Алиэкспресса. То есть точно так же краски упакованы в вакуумную упаковку. В общем, все то же самое. Но факт остается фактом. Видимо, для производителей Китай как-то рисует более детализованно. В общем, картинки на куски разбивает более детализованно. Я не знаю, может быть, это чисто под заказ. Но да, сейчас все производится в Китае. Вот именно из-за пониженной детализации вот в таких вот местах, казалось бы, не очень важных, но тем не менее роль они играют. Я именно из-за этого не люблю Алиэкспресс. Из-за того, что ожидание картины не совпадет с тем, что... Точнее, результат не совпадет с ожиданием. Вот так. А так я совершенно не против Алиэкспресса. И много что там заказываю. Но конкретно картины пока, пока нет. Вот так. И таких примеров море. Но для кого, например, такая детализация, как вот у Белоснежки, слишком мелкая, и рисовать ее неудобно, может быть, зрение плохое или еще что-то, то Алиэкспресс это вполне выход. Там не такая мелкая детализация. И будет рисовать удобнее. Продолжение следует... Ребенок посмотрел на меня, что я рисую. Сказал, что я ее обгоняю. Это непорядок, поэтому она быстренько принялась тоже рисовать. Ну что, до краев не домазываешь, поэтому теперь не поймешь, где чего? Да. А ты домазывай до краев, чтобы потом не гадать. Да, кулек? Так, с 31 мало там. Да, думаешь? Да. Ты закрывай предыдущую-то краску. Эй. Ку-ку. Ку-ку. Ай-ой-ой, ку-ку. Давай-давай, закрывай. А у меня тем временем уже вот такой прогресс. Слушайте, за сегодня прям много прибавилось, мне кажется, да? Я надеюсь, что не мне одной-то кажется. Очень красиво. Я безумно довольна картиной, она очень классная. И мне уже не терпится начать следующую. Я, да, я еще эту не докрасила. Но у меня, как обычно. Да. Эту я докрашу, конечно. Я, по крайней мере, очень постараюсь. Но пока она мне еще не надоела. Мне нравится, что здесь часто сменяются цвета и не надоедает, не успевает. А вот и я. Мы сегодня с Димкой будем готовить такую вкусняху. Мне для нее сейчас нужно будет сварить рис. Потому что он принесет морепродукты. Мы сегодня будем делать морепродукты с рисом. Скорее всего, это будут креветки с рисом и со сливками. В общем, очень вкусная штука. Мы это пробовали в гостях. И сейчас хотим повторить. Потому что это действительно прям очень-очень-очень вкусно. Подливка из этих сливок получается великолепная. А сейчас буду готовить кашу, пшенку. Давно мы ее не ели. Я по ней уже очень соскучилась. Единственное что, это не мистраль. Это какое-то вот такое вот пшено. И я сейчас буду его мыть. Потому что мистраль чистая крупа. А это да. Без слез не взглянешь. Вот. Мистраль не мою. Потому что мистраль чистый. Вот так. Сейчас надо будет промыть. Потом залить кипятком. Потом еще промыть. Опять залить. Вот так. И наконец-то у нас будет целый ковшичек пшенки. Я уже прям так соскучилась. Так соскучилась. Не могу без пшенки жить. Знаю. Это моя любимая крупа. Я могу ее есть как с молоком в каше. Так и как мама раньше делала. Обжаривала ее. Ну сначала наверное варила. И честно говоря не знаю как она это делала. Она ее обжаривала с луком. Я всегда просила обжаренную. Но без лука. Вот. И было очень вкусно тоже. Она была без молока по-моему. Просто она ее по-моему варила и обжаривала. Безумно вкусная была. Сейчас собралась варить рис. И обнаружила что у меня к сожалению только есть пропаренные длиннозерны. Я его не очень люблю. Я больше люблю круглозерный. Он более мягкий. Он более вкусный на мой взгляд. А этот жесткий. Ну ладно. Его тоже надо доедать. Вот наш ужин вкусный. Димка приготовил. Я готовила рис. Он готовил вот эту вот заправку. Это креветки. Прованские травы совсем чуть-чуть. Орегано. Сливки. Оливковое масло и сливочное масло. В общем это очень-очень вкусно. Что такое? Ага. Готово? И майка Молли. Так. Надо только твоего пингвина куда-нибудь убрать. Сладкого. А куда если девать некуда? Почему девать некуда? Всегда есть куда девать. И вот это вот. Что это такое? Это коробочка. Коробочка? Выкинуть надо было, наверное, да? Мама, тампони. Тампони? Тогда нужно отнести будет ее к себе. Она живет. Отнеси себе в комнату. Почему она у нас живет на обеденном столе? Она на обеденном столе живет. На обеденном столе она должна кушать, но не жить здесь. Не жить? Она тут ими поесть. Ага, поесть. Ага, поесть. Короче. Покушаешь, убери, ладно? Угу. Все, всем приятного аппетита. Спасибо. О, я что на стоит тут? Это не надо? Твое. Твое. Убрать. Да? Все, сели. Да, все. Поехали. Ням-ням-ка. Так вот, не прикрыла чипа. Чип сам в итоге защищался. Не бойся, чип. Я тебя веду. Ефрейтор Маська. Бросай ящик. Оберегай чипа. Я отелю. У тебя задание такое на повышение должности. Ой. И кем она будет у нас? Она у нас станет сержантом, если проведет чипа через уровень без потери. Сержантом? Хочешь быть сержантом Маськом? Да. А-а-а. От Машуры ушла. И что? Так. Пойдите. Я буду впереди отстать. Да все нормально. Да не допросай. Так, задание выполнено. Присваиваем звание сержанта. За отличную подготовку и защиту заложников принять награду и получить звание сержанта, Маськ. Зубы почистила за две минуты, кровать расправила за минуту, чипа провела через уровень. Награду в рот? Награду. Награду. Ну нет. Наши поздравления, сержант Маськ. Вот так вот. Неделя и карьерный рост. Ну. Надо по полгоду, по году. Сейчас, приняну награду. Ага. Все. Все. Равняй. Смирно. Налево. Кровать бегом. Команда, не бабушка. Ладно. Что-то я сегодня прям в ударе. Все движется прям такими шагами огромными. Вот единственная проблема в белоснежке. Ну, это на самом деле проблема не только белоснежки. Это кисти. Это полный кошмар. Так. Вот эти три кисти из белоснежки. И вот эту мне уже пришлось подстричь немножко, потому что она на конце так сильно распушилась. У нее был прям пух. Такой шарик прям, клочок. Вот эту я взяла новую, но она была... Изначально у нее ворс был некоторый в разные стороны. Мне пришлось ее стричь. А вот эта кисть куплена в Леонардо. Это не из набора. Совершенно другое качество. Вот эти вот щетины. Это синтетика. Это не щетина, это синтетика. Ну, в общем, как-то синтетика из набора разочаровывает. Ну, что поделать. Этим грешат абсолютно все наборы. И если хочешь хорошие кисти, нужно покупать отдельно. Ты простишь мне маленькую слабость? Такую. Начинаешь жриться снова в деле. Я кашу не потестила еще. Сварила кашу, но попала ее. Продолжение следует... Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok